И снова здравствуйте! С вами на связи Олег Аллаф Гудвин и сегодня мы обучаемся массажу. Называется БТММ. Базовый тренинг по мануальному массажу. Конкретно сейчас у нас будет работа вестись с руками. С руками мы будем работать и сзади, и спереди. Конкретно этот ролик посвящен работе рук тогда, когда человек лежит лицом вниз. Ну, грубо говоря, руки сзади получаются. С задней стороны. Соответственно, нам желательно, чтобы он все-таки голову отвинул в противоположную сторону. Положите вот так вот. Либо в дырке голова находится. Чтобы она нам не мешала, чтобы мы случайно пальцами попали в ноздри, в ухо, в глаз. Вот. Как вы помните, начинается все с размазывания масла. И так же у первых прикосновений, которые потихонечку переходят в растирание. Сначала рука у нас в таком положении вверх. Приподнята, да? Растерли. Размазали масло везде там, где нам надо. Под мышками, например. Масло должно быть немножко избыточное. Специально у вас есть часть побольше, но он нес, чтобы когда мы переведем руку с той стороны, она тоже была смазанным маслом. И начинаем уже более подробно растирать плечо. Используя методы втрения, вот такие. Ну, в принципе, можно и так же вот одной лыжкой. Бурк против друга. Только получается не такие большие махи, да, а вот маленькие локальные такие. Вот в этом месте мы делаем валик, да. Блин, на растирание и разминание такой вот процесс. В общем-то, все те же самые приемы, то, что мы делали с ногами, со спиной. Но тут просто более, как бы, такая мелкая работа, да. Разбиваем руку на плечо, вернее, на три пучка, вот пучок на передний, да. Он крепится вот там вот, его даже можно прощупать. Вот там вот, практически чуть ли не по все ключицах, да. Вот его отдельно проминаем, не забыв перед этим сначала растереть. Растерли вот средний пучок, вот она, видно. Вот так, вот видно пучок средний. А вот задний пучок, расслабь, 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 вот задний пучок, тоже растираем и поперек, и вдоль. Разминаем отдельно по пучкам. Задний пучок. Все, плечо целиком. Мурашки пошли. Да? Значит, нашли мы у тебя новую эрогенную зону. Приятно, да? По всей спине пролегут. Приятно, значит, да? Вот, кстати, к слову говоря, вот многие плечо называют вот эту часть, да? Под ними там плечо. Некоторые вот, которые там в зале качаются, они плечом называют вот эту мышцу, только да, вот серединка, как будто уголок вот этот вот. А анатомически, по сути, плечо, это вот эта вот кость. Плечевая кость. То есть, это вот эта часть, все, все плечо. Вот, просто есть некоторые казусы, там, недопонимание в народе. Так, вот, особенно вот эту вот косточку, аккремиальный отросток, мы обходим, да? Куркнула стараемся отжать отсюда мясо, как бы так немножко его отрываем. Потом лапа леопарда. Напомню, мы такое дело в движении, в сторону вот расходится. Вот мы и палет, это кресовали. На кресце мы вот так вот делали. Ну, там еще в разных местах, например, тоже прием уже использовали. Вспоминайте его. Вот так вот мышцы продольно вытягиваем и растягиваем. А вообще все движения, ну, это, наверное, единственное движение, которое от идет, от центра к краям, да? А, в основном, мы от периферии к центру, даже эти движения, видите, я делаю больше туда, туда-туда, туда-туда, на кровь, вверх. И, как вы помните, мы также разбиваем на сегменты, по которым получается раз сегмент, два сегмента, три сегмента, да? То есть сегментами мы идем от центра к периферии, а все движения от периферии к центру. Так, тут вот бицепсу много внимания не уделяем. Ну, смотря на сколько он открытый человек, если достаточно комфортно рука лежит, да? Можем здесь отдельно бицепс тоже вот так вот проработать. Видно, да, что это вот отдельно мышцы, в принципе, вот они разделяются очень четко. Кольцевым захватом, змейка, так называемая, да? Растягиванием, вот таким, по диагонали, продольно, растягивание. Вот, и то же самое делим, делаем с трапецией. Размяли, змейку сделали. И вытягивали ее медленно. Вот, после чего руку мягко перекладываем вот так. Есть столы, у которых есть подольщики специально. Если подольщики нету, да, то вот можно поставить коленку, например, да? И вот так ее вырабатывать. Если коленка держать тяжело, а я, видите, немножко поставил ногу на себя, я выносился чуть-чуть об стол. То вы можете сесть просто рядышком на стол. Вот, у вас очень удобно расположен. Трисепт растянулся, да, можно вот так вот разменять. Место крепления, вот, и только ток отдельно прорабатываем. Мелкие всякие косточки обходим, вот так вот любовно. Уже переходим на локоть. И все движения опять туда вводим лимфы вверх. Здесь у нас масло немножко есть, да? Ну, можно по-всякому, можно, если вам удобно, и с этой стороны, в принципе, сесть. Или просто подставить коленку вот так вот. Вот вам будет удобнее и стоять, да? Во-первых, во-вторых, одна нога расслабляется. И в-третьих достаточно высоко лежит его рука, да, чтобы можно было ее разминать. Уже переходим на предплечье, вот это сейчас предплечье называется. Так же мы его растираем. И вот тут очень приятно, такое движение скручивания. Вот видишь, мы скручиваем на камеру, наверное, хорошо видно. Вот так вот, потом чертуем пальцем вот в разные стороны. Опять снизу-вверх, вводим сюда. Далее разворачиваем руку вот так. Разомнем вот эти вот нервы, которые вот между пальчиками. Тут есть точки тоже. Вот раз, два, три, получается. Четыре пальца между ними, три промежутка. При этом обращаю внимание на пучки плеча. Вот так вот плечо растягивается. Растянули мышцы плеча, чтобы рука не сгибалась. Ее можно упереть в себя, в живот, в живот даже вот так немножко. Выпрямить, да? И вот на само растяжение. Вот мы, получается, что сделали? Все вот эти мышцы, внешне, да, мы их растянули максимально получается. Вот растянули. Не больно? А, ты у нас вообще гибкий. Вот, нажимаем, соответственно, вот на эту точку, да? Расслабляем, массируем задний пучок плеча. Нажимаем на среднюю точку, массируем средний пучок плеча. Нажимаем на вот эту точку возле большого, ой, возле указательного пальца. Массируем передний пучок плеча, вот там. Потом аккуратно кладем руку. Если рука плевая, слишком, да, или он ее напряг, то не бойтесь расслабчивать. И предупреждайте, что все-таки он ее расслаблял. Так, на этом первый сет работы с руками, со спиной. Мы закончим. А в следующем сете вы узнаете, как работать с внутренней поверхностью руки и с ладонью. Итак, хочу вам сказать еще небольшой нюанс. Это когда, вот, ну, по принципу эргономики, например, много клиентов за этим было, да? Вам можно устать. Вы устали, да? Вот, чтобы не подкладывать ногу, да? Вот так вот. Можно продолжить руку, в принципе. Вот, очень удобно лежать, да? Если у человека напряженная рука, вот, напряги, да? Вот, бывает, вот, лежит и что-то напрягает. Зачем-то сопротивляется. А помогите ему вот так, вот, раскрутите, да? И дайте понять, что надо расслабиться. Подскажите человеку немножко. Ну, а работать можно и одной рукой, в принципе. Одно поддерживающе, получается, да? Но зато у меня, смотрите, расслабленная поясница. И расслаблена одна нога. Вот, она висит просто. То есть я сам в этом процессе отдыхаю. Когда перевели руку вот сюда, условно говоря, у нас немножко масла оставалось на ладонях и на локтях, если мы делаем локтевую технику. Этого масла, в принципе, достаточно. Вот, дополнительно еще растягиваем. С разминанием с таким, видите? Еще раз локально сливаем предплечье, плечо. И разделяя визуально на две части, да? Полом руку. Проминаем внутреннюю часть. Вспоминайте, в принципе, то же самое, что мы делали с ногами. Поскольку тут достаточно короткие такие части, да, то мы даже их не будем развиваясь на сегменте, а сразу можно вот, кроме ладони, да, вот всю, протяну, пройти руку. Если она сползает, например, да, у человека бывает, поддерживать ее своим коленом, вот так слегка. Раз. Бицепс у нас это длинные такие мышцы, продолговатые, поэтому мы их разминаем отдельно. И не забываем, для них все дополнительно потрячивать такие делать. Что-то же приятно. Даже в круге вибрация дает. Вот такие вот потрячивания. Также прошли с внешней стороны. Разминаем. Разминаем целиком. Все группы мышц. Похожи на скручивание. И разворачиваемся вот так для работы с ладони. Ладонь. Покажи поближе, да, оттуда. Вот. Мы делаем что? Во-первых, сухожилие, вот, разминаем, да? А второй рукой, костяшками пальцев, вот этими, массируем поперек. О-о-о. Тоже хорошо, да? Вот, а это движение можно объединить. Еще раз, какими костяшками? Вот этими. Прямо глубоко можно, видишь, это даже приятно. Потому что редко кто массирует ладони. Поэтому будем это очень приятно. Вот такие две движения, перипедикулярно друг к другу. Далее мы опять костяшками будем разводить мышцы. Тоже визуально делим пополам, да? Разводить мышцы друг от друга. Так вот, вдавливаясь. Но немножко, чтобы не соскольчить, да? Немножко такой с поворотом вот таким получается. Вот в их растягиваем еще дополнительно так силой. Потом есть такой прием. Куриная лапка. Это у вас будет, типа, ну, не твоя куриная лапка, моя. Вот, как бы, лапа леопарда, да? Только у нас мизинец не будет участвовать. И вот это пальцы мы вытаскиваем сюда. Получается вот три пальца. Вот эти участвуют. И вот эти, между перепонками, да, вот, три пальца ставим. В общем, мизинец тоже участвует, где большой палец работает, видите? А этот палец вот на сухожилии получается вот такое движение в разные стороны. Вот такой вот очень интересный прием. Наверное, приятный. Точно приятный, да? Вот. Разворачиваемся потом в эту сторону. Вам удобно будет свой корпус тела переносить, да? И каждый пальчик теперь отдельно разминаем. Можно сразу двумя руками, видите, до ускорения работы. По два пальца я вот беру. Ну, можно, конечно, и скажем отдельно про работ с пальчиком. Если у вас время позволяет или оплачено при этом гораздо больше, то более подробно и скрупулезно можно каждый пальчик проработать. Еще очень приятно, когда с пальцами работаете достаточно жестко. Не подушечками своих пальцев, да? А костяшками. То есть вы вот так вот плотно зажимаете. И с четырех сторон, получается, вот с этой стороны, с поперечной, да? Ой, как они с поперечной? Латеральный, медиальный, это называется. Ну, не будем сейчас вот эти все названия, да? В общем, с одной стороны пальца, да, проминайте. И с другой, вот так вот. Каждый палец. Для ускоренной работы я это делаю по два пальца сразу беру.